Есть выражение и закон Тора, мы уже говорили, что за мера за меру. Паро, и Шмид, улай, асерот элев, яладим яхудим, улай элафим, уничтожил тысячи еврейских детей. А теперь он говорит, извините меня, я вас отпускаю. Хорошо? Господь ожесточил его сердце. Он не дал ему милости, пока это, для того, чтобы он получил меру за меру своих грехов. Но здесь Господь еще достигает много других целей. Так Бог действует. Возможно, мы сосредотачиваемся только на себе. На наших собственных проблемах. Возможно, я единственный, который прохожу через такие страдания. Но вдруг мы видим, что на это влияет на наших членов семей. Возможно, они более милостивые становятся. Возможно, кто-то получает что-то в сердце. Это множественное влияние. И нам, как людям, сложно понять это. И, возможно, мы говорим, почему со мной этот ужас происходит? И сам Павел иногда говорит это. И Пророк Илия однажды сказал, «Мне все это надоело. Забери меня отсюда». Но Господь говорит, «Послушай, то, что ты проходишь, влияет на других». Кто-то получит наказание. Кто-то получит милость. Кто-то покается. А здесь, в Откровении, это то же самое. Мы видим, что некоторым людям не мешает страдание. Они упрямы в своих грехах. И они получат вечное наказание. Но есть другие, которые каются. И они говорят, «Все, мне надоело». Что мы можем научиться? Чему мы можем научиться? Не будь упрямым в твоем грехе. Не будь упрямым в твоем грехе. Не будь упрямым в том, что противно Богу. Потому что иногда ты можешь переступить границу. И тогда Он пойдет против тебя. И тогда ты можешь не получить милость и покаяться. Это то, что написано в Евангелии. Иешуа говорит, «Не произносите злого слова на Святого Духа. Потому что вам это не простится». Почему? Когда мы действуем против Бога раз за разом, наше сердце ожесточается. И мы не слышим Святого Духа. А если мы не слышим Святого Духа, у нас нет силы покаяться. Потому что только Святой Дух возвращает нас к покаянию. Руах дает нам покаяться. Но если мы себя ожесточили против Святого Духа, мы потом идем на Божий суд, потому что другого пути нет. И рат Адонай. Страх Божий. Это, на самом деле, тема откровения. Не надо бояться апокалипта. Бог обещал нам очень хорошее будущее. Держите за руку Божью и идите за Ним. Не нужно быть параноиками. Но да, быть гласом Божьим для людей согрешающих. Это мое послание вам. Это послание Песоха. Это послание Откровения. Это послание Святых Писаний. Я хочу помолиться.